В третьей части мы рассмотрели, как переносится в проект виды работ. Из справочника работ и из типовых фрагментов. В четвертой части мы перенесем в проект справочники. Назначение ресурсов, загрузки и производительности ресурсов на назначениях, расходов материалов на операциях и справочник связи. Затем произведем расчет расписания проекта, без ограничения на ресурсы и с выравниванием ресурсов. Итак, давайте откроем справочники, которые мы будем переносить в проект. Первый справочник команды, затем назначение, назначение мультиресурсов, загрузка ресурсов на назначениях, загрузка мультиресурсов на назначениях. Затем производительность ресурсов на назначениях и производительность мультиресурсов на назначениях. Справочник расхода материалов и стоимостей на операциях на единицу объема. Справочник связи. Закрываем окно проекта и документы. Так как мы будем переносить все содержимое справочника, удобнее это будет сделать из главного окна программы. Чтобы нам не мешали открытые окна, закрываем их. В главном окне последовательно переносим справочники в проект. Начинается справочник команды. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим, что получилось. Для каждой операции определены команды, которые ее выполняют. Мультиресурсы и ресурсы, входящие в их состав. Также определены производительность и загрузка ресурсов. Чтобы это проверить, давайте выведем соответствующие колонки. На каждой работе определены материалы, необходимые для ее выполнения, а также нормы их расходов. Работы, взаимовязанные между собой. После того, как мы импортировали все необходимые для этого проекта справочники, произведем расчет расписания без ограничений на ресурсы. Длительность нашего проекта составила 66 дней. Чтобы посмотреть, хватит ли нам имеющихся в наличии ресурсов для выполнения проекта в данные сроки, давайте произведем расчет пиковой загрузки. Выведем индикатор перегрузки ресурсов. Он нам показывает, что в нашем проекте есть перегруженные ресурсы. Давайте посмотрим, какие. В таблице ресурсов видно, что у нас перегружен арматурщик, плотник и разнорабочие. Предположим, что их найти нельзя. Произведем расчет расписания с учетом всех ресурсов, которые у нас есть в наличии. Обратите внимание, что длительность увеличилась до 67 дней. Но перегруженных ресурсов в проекте нет. На этом данный видеоурок закончен. Если по представленному материалу или по системе управления проектами Spider Project у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь на наш форум.